В этом году винтажная выставка в Москве тесно связана с выставкой цветов Челси. Неспроста, потому что цветы это красота, ею можно любоваться долго. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы уже не раз бывали на Тишинском рынке. И, к слову сказать, я никогда не говорила об этом, но каждому блошиному рынку готовится свой уникальный проект. И в этот раз проект назывался «Портреты цветов в английском фарфоре». И в нем значительная часть была отдана фарфоровым тарелочкам с изображением букетов цветов, которыми награждаются победители ежегодного международного конкурса садов и цветов, проходящих в Челсе, районе Лондона и организованным Королевским обществом садоводов Великобритании. Букеты никогда не повторяются. Все они имеют свое название и составлены из определенных цветов, ценных по значению для садоводства Великобритании. Я попала на презентацию этого проекта и познакомилась с Валентиной Дрюид, которая представила свою коллекцию. И мне даже удалось взять у нее эксклюзивное интервью. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Валентина Дрюид. Я живу в Англии с 1980 года. И эта вся коллекция замечательная ваша. А я специально примчалась на эту выставку, потому что я, во-первых, ландшафтный дизайнер, а во-вторых, тарелка моя, это прям история про нее. То есть это ваша личная коллекция. А она вообще-то у вас в Англии? Нет, она здесь есть. А здесь? На жопе здесь есть. А, понятно. А здесь на грузинском переводе совсем рядом. Понятно. Ну, спасибо вам огромное. Я даже не ожидала. А это моя тарелка. Посмотрите, которую меня наградили. Какая прелесть. Ну, наконец-то я нашла даже свою тарелку. Я уже вам делала фильм про нее. И вы видите, детективная история по независимым от меня причинам продолжается. И мой первый фильм будет подробный рассказ. Об этих удивительных тарелочках. Второй мой фильм будет о самом блошином рынке. Об уникальных предметах, которые здесь можно найти. И третий мой фильм будет о моде. О том, как одеваются москвичи, которых мы увидим на блошином рынке. Играйте в сайте. Играйте в сайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Я делаю анонс не только своих будущих фильмов, но и выставки «Гранд Текстиль», которая пройдет на Тишинке с 24 по 27 мая. И вот фрагмент концерта, который проходил в Ночь музеев в Музее Москвы. Симфонический оркестр и академический хор Российской Академии Музыки имени Гнесина. Сергей Рахманинов. КОНЕЦ КОНЕЦ А домой я возвращалась с блошиного рынка в метро. В поезде, который оформлен к чемпионату мира по футболу. Осторожно! Двери закрываются. КОНЕЦ 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 Станция ПАРК КУЛЬТУРА Переход на Запольническую ревну. Это ПАРК КУЛЬТУРА ЧАНЕЦ ЧАНЕЦ КОНЕЦ ЧАНЕЦ ЧАНЕЦ Ура ЧАНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok А я с вами прощаюсь. До свидания, мои дорогие друзья. И если понравился вам фильм, ставьте, пожалуйста, лайки. А если вы еще не подписались на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь.